Я вас приветствую! Мне сегодня достался в супермаркете сюрприз Уценённая орхидея. Первый раз увидела здесь уценённые орхидеи. Орхидея полностью убитая, совершенно засохшие корни, но я решила дать ей шанс на жизнь. Сейчас я её достану оттуда и вы посмотрите, какая она. Вот ей была цена 45 долларов. Её уценили до 10 долларов и я её купила. Смотрите, какие корни. Сейчас я это отсюда тоже уберу. Смотрите, корни вообще засушенные все. Я не знаю, смогут ли эти корни выжить и отжить. Очень мне это интересно. Поэтому хочу такой поставить эксперимент вместе с вами. Выживет ли это орхидея? Можно ли спасти такую? Знаете, у неё как бы на внешний вид листья хорошие. Сейчас я её вытащу из этого кулёчка и можно будет рассмотреть получше. Между прочим, они убили такую хорошую орхидею. Смотрите, какие у неё мощные листья. Вот я вижу один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таких хороших листьев. Ну а у нас, смотрите, палочки вот эти, которым приколота, они все в плесени. Я не понимаю, тут она высохшая, но нет в корнях. Смотрите, за то, что её не поливали, у неё даже вот поотваливались бутоны со всех сторон. Смотрите, воздушные корни высохли и сохли. Ужас какой-то! Как так можно было издеваться над растением? Я её, конечно, вытаскивать сейчас не буду. Я сделаю вот что. И с этой стороны даже корень проросший. Смотрите, вот он снизу. Ну, этот корень я потом отрежу. Если, знаете, корней много... Нет, наоборот. Если корней мало и вам их жалко, то тогда разрежьте сам горшочек его со всех сторон и просто так вытащите. Ну, а если корней тут, как бы корней много, достаточно много, достаточно много. И если не жалко там потерять какой-то кусочек корня, то можно просто его снизу там отрезать. Но я для начала, знаете, что сделаю? Смотрите, сейчас я её поставлю сюда. И я вот взяла в такую кружечку, которой я поливаю цветочки, я набрала немножко воды. Вот я набрала немножко воды. И теперь я её вот так вот поставлю. Смотрите. Вот я вот так вот её поставлю. Она будет стоять. Ну, и будет потихоньку напитываться водой. Знаете, чтобы не так сразу её всю залить. Для чего? Это в первую очередь для того, чтобы там всё это повлажнело. Повлажнело. И для того, чтобы её можно было потом так очень аккуратненько вытащить из этого горшка. Выбросить всё это долой, в чём она тут сидит. Ну и дальше почистить корни аккуратно. Надо поудалять вот это вот всё засохшее. Оставить то, что живое. И потом, чуть попозже, когда она уже начнёт постепенно напитываться водичкой, я её так хорошо вытащу. Потом мы увидим, как это будет выглядеть. И я её, возможно, поставлю в большую ёмкость с водой. Для того, чтобы и вот эти все воздушные корни, чтобы они тоже утонули в воде. В общем, пока она пусть стоит здесь. Сейчас у меня где-то без 20 часов дня. Вот я посмотрю, за какое время она сможет там напитаться. Смотрите, вот уже корешочки начинают потихонечку зеленеть. Может быть, не все они мёртвые. Может быть, есть какие-то и живые. В общем, пока пусть она стоит. А дальше посмотрим. Прошёл час. Смотрите. Орхидея попила водички уже. Смотрите, корешки начинают зеленеть. Какое счастье. Есть надежда, что они не высохли окончательно. Ещё она не хочет выходить из горшка. Но я не буду её так сильно вытаскивать. Пускай ещё постоит. То есть, вот всего за час уже она так напиталась водичкой. Так, поставлю её назад. Пусть ещё стоит. Она уже так здесь вот, смотрите, и водичку так неплохо попила. Теперь я хочу вот отколоть один цветонос, на котором ничего уже не будет. На нём ни почек нет никаких, ничего подходящего такого. Ужас. Смотрите, какая палочка. Сейчас я поднесу поближе. Знаете. Вся в плесени. Господи. Я не понимаю. Там сохнет, а тут плесневеет. Это ж... Ну, я не знаю, как и что надо было делать с этим растением. Так, я его там вот срежу как можно ниже. Всё, срезала. Ничего на нём тут никаких таких, знаете, особенных почек нет. Да и не надо. А орхидея должна приходить в себя и, так сказать, отдыхать от издевательства, того, которого с ней совершалось. И, по крайней мере, может быть, она всё-таки умудрится отжить. Знаете, вот это вот я ещё хочу так некоторые сухие, вот здесь совсем сухие корешки. Надеюсь, вам будет видно. Вот так вот срезать. Вот этот здесь. Ну, ладно. Тут надо рассмотреть повнимательнее, когда уже можно будет её совсем достать. А смотрите, какие у неё шикарные листья. Да? Замечательные. Она, смотрите, как она выглядит. Хорошо. То есть, такие лопоухие, крупные, хорошая такая орхидея. Это ж надо как-то эти листья содержать такими корнями. Вот здесь вот у неё это, вот на листе, смотрите, вот такое чёрное. Сейчас я поближе покажу. Она такая тяжёленькая. Вот. Вот это вот солнечный ожог, что называется. То есть, где-то её ещё и солнцем обожгли. Я это аккуратненько срежу. Вот так вот, знаете, очень аккуратненько, аккуратненько. У меня есть ножнички. Маленькие, я так аккуратненько это срежу и замажу. У меня есть такая мазь, называется крестодерм. Она сделана из перекисти водорода, такая пенка. Ну и так, на всякий случай, чтобы продезинфицировать этот срез. То есть, ну вот как бы купил такую орхидею, за ней надо поухаживать. Поскольку я как бы не покупала такого качества орхидеи. Это у меня такое первый раз, что я такое купила. Да ничего тут на этой ветке хорошего нету. Нету никаких таких почек. Да что там от неё ждать? Не надо ничего от неё ждать. Правильно я сделала, что срезала. Я и тот посмотрю. Может быть она, конечно, орхидея отживёт. Этот цветонос, в общем-то, неплохой. Да, и тут вот такой, ой, сейчас переверну. Такой цветочек такой симпатичный. Ещё, смотрите, и бутончик тут имеется. Может бутончик не очень повредился. И может быть бутончик, может быть, и расцветёт. Но это уже потом, когда я её совсем отпою. Пускай до вечера стоит. Я, может быть, даже, знаете, добавлю немножко водички. Чтобы вот здесь вот, с точки зрения, чтобы вот это вот, то, что здесь, чтобы оно, так сказать, промочилось лучше. Нет, пускай пока так постоит. А потом, чуть попозже, я её из-за этого достану и поставлю в большую ёмкость, там, где будет больше воды, для того, чтобы это хорошо всё промочилось. Вот, смотрите, ещё через час я её утопила. Вот так вот, ведёрки с такой тёпленькой водичкой. Там корешки уже такие поднапитанные. Я ещё хочу, чтобы вот эти вот верхние тоже поднапитались, но она всплывает всё время. Потому что кора лёгкая, не напитанная водой. Да даже и напитанная она будет всплывать. Поэтому я стараюсь её так утопить. Полежит одной стороной, потом я её переверну другой стороной, чтобы эти верхние корешки тоже так хорошо напитались водичкой. Я её помыла. Я ей помыла все листики тёпленькой водичкой. Какие листья хорошие, да? Ага, такая. Надеюсь, она выживет. Может быть, даже даст к скорости следующее цветение. Так, ну а пока плаваем тут. Плаваем, плаваем в этой тёпленькой водичке. Вот хорошо уже эта кора вымывается. Скоро можно будет её совсем вытащить и выбросить. Поставить её в вазу. Ну, у меня уже прошло сейчас 5 часов. Уже вечера. Я закончила поливать свои орхидеи. Это давненько уже. Оставила эту одну мантрё. Ну, как сказать? Чтобы показать, к чему будем стремиться. Стремиться будем к тому, чтобы вырастить такую орхидею. Ну, могу сказать, что у этой орхидеи надо будет теперь поискать ей имя. Так, что у неё так имеются подходящие задатки. Листья хорошие. Ну, а корни будем стремиться к тому, чтобы вырастить хорошие корни. Вот я приготовила вазочку для неё. Такую. Ничёенькую. Литра на 4, наверное. И теперь буду её доставать из этого горшка. Так. Вытаскиваю. Это нужно убрать. Смотрите. Напиталась. Так, хорошо. Замечательно. Сейчас я эту мантрё отодвину. Чтобы она не мешала доставать отсюда. Так. Смотрите. Очень аккуратно. Очень аккуратно будем доставать. Как вы помните, здесь там был корень такой, который пророс через горшок. Знаете, вот прежде чем доставать, надо так аккуратненько горшочек очень аккуратненько так, знаете, помять. Помять немножко. Опа. Для того, чтобы она легче вышла оттуда. Ну, в общем-то, знаете, корни вроде бы ничего. Так. Я ожидала хуже, когда смотрела в магазине. Я вообще думала, они намертво засохли. Но оказалось, что нет. Ещё там имеется вот этот такой, его называют торфяной, торфяной такой горшочек, ну, в который садят, я так понимаю, маленькую орхидеечку. Я так думаю, её из фласки когда достают. Знаете, вы же видели, да, как их выращивают орхидеи. Их там семена помещают во фласку. Фласка это по-английски. А по-русски это будет выглядеть фляжка. Ну, то есть, бутылочка там или какие там у них есть эти приспособления. Смотрите, корни прям листья опутали со всех сторон. И вот они выращивают в этих фласках. А потом их даже продают. Их можно, знаете, в Гонконге, в Сингапуре. Такую фласку можно купить прямо в аэропорту как сувенир. Ну, в Новую Зеландию такого, наверное, не привозят. К нам нельзя привозить растения. Так, неважно. Теперь я удалю вот этот вот. Смотрите, а там вот, где корни проходили внутри, вот смотрите, те, которые были по краю горшка, по краю стеночек горшка, они зеленые, потому что они получали освещение. они так более-менее, смотрите, такие толстенькие, жирненькие, хорошего качества и зеленые. А вот эти, которые белые, у них нет хлорофила, потому что они росли без света практически. Они же были там внутри этого торфяного горшочка. И поэтому со всех сторон были еще и засыпанные корой, они вообще не вырабатывали хлорофила. Поэтому, ну, такое у них и качество у этих корней. никакое, можно сказать. Так, теперь я вас на секундочку остановлю или сама остановлюсь для вас, так сказать. Я вот это, вот это пойду и вымою очень хорошо, знаете, очень хорошо все это промою. Итак, я отмыла корни как можно лучше. Хочу заметить, что первый раз мне попадается вот такой пучок корней на орхидеи, которую я купила в магазине, которая практически новая, только из магазина. Значит, ну, вот здесь вот есть немножечко таких не очень хороших корешков. Я их так чуть-чуть подрежу, ну, сильно не буду обрезать. Потом, попозже, когда орхидея уже пробудет несколько дней у меня, я тогда достану ее из вазы, в которую я сейчас ее поставлю. И тогда, может быть, еще более подробно посмотрю, какие еще корешки можно удалить. Ну, теперь задача поставить ее в эту вазу, такую, которую я приготовила. Буду максимально все корни, если вы помните, они там все смотрели вверх, теперь я их постараюсь туда максимально опустить в баночку. Смотрите, вот так вот вкручиваю, просто баночку прокручиваю и максимально стараюсь туда убрать корешки. Вот так вот орхидея зашла в вазочку и будет там жить. В общем-то, это вся пересадка. На этом пересадка закончена новой орхидеи. Что я еще хочу для нее сделать? Смотрите, я хочу этот листик аккуратно обрезать, как я уже говорила, поскольку на нем есть ожог. Я вот так его аккуратно обрежу. Некоторые срезают просто прямо. Берут, если надо какой-то лист подрезать, они его берут и просто срезают прямо. Я так не делаю. Я срезаю так, чтобы он был по крайней мере красивой формы получался, ну, чтобы не очень отличался от тех листьев, которые здесь есть у орхидеи. Еще так вот. Вот. А теперь этой мазью кристодерм я просто смажу срез для профилактики, чтобы, допустим, никакая инфекция туда не попала. Нам не надо никакая инфекция. и поэтому я так аккуратненько смотрите, на палец намазала и так аккуратненько смажу. Вот так. Все. На этом процесс пересадки закончен. Можно еще приколоть, наверное, ее к палочке, которой она была приколота. Вот так. На всякий случай, чтобы ей так было, может быть, удобнее. Приколю. Вот. Итак, новая орхидея пересажена, будет жить в этой баночке. Очень хорошо в нее поместилась. Знаете, это очень хорошо, когда основание орхидеи немножко ниже. Тогда она так более устойчиво стоит и не будет падать. И в то же время ей очень много места, куда можно отращивать корни. Ей достаточно света будет, достаточно воздуха. Что еще надо орхидеи для хорошей жизни? Теперь можно будет за ней наблюдать. Можно будет посмотреть через несколько дней, как она привыкает к новой форме своей жизни. Жить не в коре, а жить в пустой банке. А кора это вот, вы можете посмотреть, я еще не выбросила, гляньте на это. То ли орхидея сидеть вот в таком, вот этом, гнило-мокром, в тот момент, когда вы поливаете, она же вот такая становится кора, мокрая, и потом гниет. Или орхидея будет жить себе вот так, в чистой вазе, получать достаточно освещения, достаточно воздуха и достаточно свободы. На этом я заканчиваю свое видео пересадки. Будем с вами наблюдать за орхидеей, как она приживется. Надеюсь, приживется хорошо. Чего я желаю и каждому из вас. Всего самого доброго! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова